Профессорско-преподавательский состав, это кончая работниками административно-хозяйственной службы, значит, платьем в месяц, я в среднем тут могу немножко ошибиться, там плюс, минус 3-4 миллиона, где-то там 261, ну, 264 миллиона, хотя на ноябрь кажется нам 257, так далее, да, 257. Ну, это по утвержденной смете и так далее. Ну, как вы помните, что этот фонд заработной платы, в общем-то, позволяет нам выплачивать заработную плату преподавателям 341 штатная единица, выплачивать заработную плату учебно-спомогательному персоналу, управленческому персоналу и административно-хозяйственному персоналу. Но вы также все знаете, что платят нам по тарифной сетке 7-разрядной, не 10-разрядной, тарифная ставка, минимальная заработная плата еще старая, ну, то есть, в общем-то, мы все где-то недополучаем в среднем процентов 35 заработной платы. Сейчас в Москве, в министерстве сделаны плановые наметки финансовые по ВУЗам, и вот, в частности, шел разговор, конечно, в первую очередь о заработной платы. Сейчас нам пока планируют, планируют среднемесячную зарплату. Москва проводит так называемый взаимозачет. То есть, они прислали бумагу на 293 миллиона во взаимозачете. Хотя, конечно, денег нам нужно значительно больше. Вот, когда шел разговор замминистра по экономике, в частности, кроме зарплаты, он сказал, что в принципе рассчитывать на большее, чем было у нас по обслуживанию, это, так сказать, нереально. Поэтому, если у вас расходы больше, чем то, что предусмотрено в смете, по освещению, по отоплению, по горячей воды, вы рассматриваете вариант 2. Или экономите электроэнергию, так сказать, сказал, да? Или же ищите источник покрытия из других источников покрытия. Вот, если в двух словах сказать о всех других, так сказать, затратах, о всех других расходах возможного покрытия. Ну вот, я бы очень так коротко прокомментировал, потому что пока, насколько я понимаю, больше я пока ничего не могу сказать. Может, Михаил Анатольевич что-то добавил? Нет, уже в стадию их внутренней проработки Внутренней проработки проводится такой взаимозачет. Делается специальное соглашение между тремя сторонами, Министерством финансов, значит, ну, предположим, объединение нами, там еще две структуры участвуют в разговорах, банк участвует, открывается счет, то есть это достаточно такая непростая процедура, которая требует грамотного оформления документов, там, начиная от соглашения, вот, и так далее. Ну, и сейчас, в общем, наш институт, вот, Михаил Анатольевич, он уже начал заниматься в частности этой проблемой, ну, и, значит, будет эту вещь до конца, так сказать, как-то доводить. Какая, какую все же сумму, это можно только после разговора, значит, вот, замминистра по экономике, или, может быть, даже с Кеннелем. Потому что сейчас, когда они назвали, они выделили лимит, они так назвали. Я говорю, а почему не всю сумму? А потому что, говорит, нам Минфин, вроде как, ту сумму, которую мы утвердили у вас в сметах, Минфин пока нам не дает. Или не обещает, или неохотно идет, я уж не знаю там всех нюансов взаимоотношения с ними. Поэтому они не выделили всю сумму, а выделили 293 миллиона. Так что вот, такого рода финансовая ситуация. Валерий Васильевич, 293 миллиона, это на наше усмотрение, или это централизованно мы будем расплачиваться с городом? Значит, это новый. Ну, он новый, он стал замминистра, который будет ведать с теми финансовыми. Был зав. кафедры в Прикадове? Ну, вот так. Вот как раз о проведении зачета, задолженности, по оплате текла и наоборот. И они были, конечно, не знали о них, о них, о их возможностях. И сейчас у нас вот три человека, четыре человека, на которых мы рассчитываем, это легче, что они будут у нас по планам, которые участвуют, которые работают. А один заочный, один заочный тоже. Я его знаю прекрасно, он у меня был дипломником еще, по этой же тематике был дипломником четыре года назад, он на заводе уже работает, на руководящей Тёрдовской, вот на местором металлического завода. И он будет работать вот по этой теме, уже той, которую мы признали, тоже надеюсь, все будет нормально. Пока только у нас новое, теперь остальные, это заочный. По второму году заочный. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов? Спасибо. Собидится-то грустно, тоже. Грустно, грустно, милиция какие-то. Грустно. Так у нас было аспиранта заочника, если они живые еще, поскольку с одним из аспирантов, как с кораблем на Марс, уже связь утрачена. Буткину прошу под любым предлогом. А какие должны? Служебная записка научного руководителя. И козлимение? Их он вытастили из решения, то это вы. Вы же хотите, чтобы вытастили? Нет, но мы в прошлый раз не отрестовали, насколько я понимаю, я отрестовали. В прошлый раз мы уже приняли решение, и отчислили. Давайте отформуйте это. Надо отформить. Было такое решение. Поэтому второй аспирант, наш Ивановский, работает, трудно, тема сложная, но потихоньку работает, видишь, а второй он еще два года впереди. Приняли в этом году одного аспиранта, с наибольшей вероятностью того, что в самом деле из-за того, что это получится, поскольку смотрел весь материал, практически результат исследования, экспериментальный раздел, изготовлен так, на две трети, или три четвертки, практически есть. Место работы у него хорошее, завод имени Климова, даже при всей этой разруте, там еще можно что-то заделать, и исполнить эту работу. Так что я надеюсь, что этот аспирант будет защищаться, скоро через 2 на 3, где-то 98. Ну вот, подрать ее бумажку. Я секретарь, у меня сдиратель бумажек. А, ну ясно. Ну ничего. Так, и заходим туда. Пошли. Потому что я просто доконат, чтобы было видно, и потом мне надо было сначала с этого начать, конечно. Ну ладно, ничего не сделаешь. Ну и вот это вот ваш доконат, да? Понятно. Какая-то атрибутика-то здесь есть? Трубиностроительная. Никакой атрибутики нет, да? Кроме сейфа и стола заваленного бумаги, да. Хорошо. Тогда вас, давай, сниму. Тогда вы будете, как атрибутик, к Трубиностроительному факультету, да? Возможно. Там что-то 2, какая-то цифра 2. Это неделю у нас. А, неделю, понятно. Понятно, да. Ну вот так вот. У меня кусочек небольшой просто. Надо было только местами меня поменять, и все. Ну и все. Вследовать концепции формирования штатов профессорского преподавательского состава, той, которую придерживая, которую придерживается госкомитет, то, по крайней мере, мы не войдем в противоречие с госкомитетом. В общем-то, смысл такой, что исчисление штатов преподавателей зависит от числа студентов. Но это в целом для ВУЗа. То, что госкомитет планирует для ВУЗов всех. Это, значит, на дневном обучении. На 8 студентов, 1 преподаватель. А по вечернему, там по факту, по численности, по факту на 1 января и 1 к 16. Лишаться вечернего факультета, естественно, потому что это очень важно для престижа института, для того, чтобы все-таки привлекать тех из заводов и школ, которые желают продолжать учиться. Ну, здесь по многим показателям нельзя нам лишаться вечернего факультета. Значит, в основном штаты преподавателей исчисляются по дневному контингенту. Но это делалось, потому что на уровне госкомитета иначе формировать штатные единицы и невозможно. А вот когда спускаются уже непосредственно на местах в вузах, здесь уже это, видишь, у нас тебе двойную вуза, тебя рожгли, ну, не будем, вот это ключи, да, работают. Мы не разрешаем ничего здесь, чтобы они нам... Да я тоже не разрешаю, у нас 6-й буш наш, они у нас ответственные. Чтобы замучишься. Ну, что-то ребята там считают. Давай выбором проверим сначала. И ту, и ту. Вот что, надо как-то зайти, лица-то не видно. Ну, вот вид, кто ее разрешает. Вы видите, теперь три звезды. Нет, это не может надоесть, потому что это самая наша жизнь. Поэтому надоесть... Такая жизнь, что не хочет надоесть. Жизнь может надоесть, но это ненормально, когда жизнь... Остается институту вот за такой... Ну, надо ли вот щипать-то вот это вот, Олег Васильевич? Ну, так во всех институтах принято. Вот я сейчас в московском заводе в Тузе. Хорошо. У нас, кстати, первый приказ, который был создан, первый приказ там, вообще все преподавателю. Ну, не преподавателю, а цепочкой. Преподаватель, значит, деканат, кто там этими вещами занимается. Бухгалтерия. Это мы где-то должны же отчислить. Мы принимаем деньги. Да, Игорь Васильевич. Ну, почему вот считаешь, что должны? Вам чего должны? Ну, ну, как? Ну, вот вам же приносит нищета. Был бы главный бухгалтер, миллиардер, но еще не нужны. Да нет, мы даже не о главном бухгалтере, мы сейчас говорим о кассирах, которые принимают. Они вообще копейки в сравнении с нами получают. Понимаете? Поэтому я лично считаю, никаких разговоров от нас, от администрации, кроме официального разговора, никакого не должно идти. То есть, если только кто-то узнал, что там кто-то начинает принимать мимо, значит, сразу нужно вызывать заведующего кафедра и вызывать этого преподавателя и вести разговор. Вот как у меня был разговор с Колбином. И остановилось все дело. И кончилось дело. Потому что документа нет, а преподаватель не принимает. И все. И все закрылось. Значит, выходит, что мы... На основании на каком? Кто хочет, тот делали. Нет. На основании, значит, во-первых... Один-то приказ был. Один приказ был, старый. А где он не есть? Где этот приказ? Ну зачем вот... Куда записать? А там получается как? Имена как именовать? Нет проблем. Это я помогу. Сейчас разберемся. Полностью разберемся. Можно расширение переделывать. Переделывать. Можете это быть? Слушай, там же дается... Отделить вошелки, да? Потому что вы... Например, то есть, считал... Взять какие-то кусочки. Так, ну вот здесь... Сейчас еще раз немножечко взять. На рабочем месте и все. И все. Вот что у вас? Техника есть? Что у меня на? Ну тогда, что вы хотите? Задача не будем доставить? Это будет? Ну и все. То есть, как бы... Принцип одном из перемещений. То есть, это 13 задач на принцип одном из перемещений. Вот это надо сделать и сдать. А затем я им решаю в общее уравнение динейку. Вот это 2,17 ужасное задание. Я его раздаю, так сказать, сам показан. Как это сделать? И тогда уравнение лаграмм же остается. И все. Ну, в общем-то, по времени тут как раз... По времени как раз все успевает. Просто я буквально фрагмент 2 минуты. Так, у меня... Что это за машиной? Где это? Управок вот. Управок вот. Управок вот. Управок вот. Управок вот. Да, за машиной же. Смотрите, это. Машина уже 4-очки осмотрите, да, или что? 2-4-очки и пенсиум. И пенсиум, да? Ну вот, видите, вот. Сейчас тоже хорошо как-то, более-менее. Мы поставили систему Каткам Синатрон, которая стоит 25 тысяч долларов. Система рабочая у нас в лаборатории. Она требовательная, потому что там 32 мегабайта памяти оперативной на машине. Понятно. Ну вот. Вот. И вас еще. Как? Как? Все такой технический персонал. Все равно, ну какая разница. А что, мы разве не люди все? Значит, это безумно. Вот и решайте все наши проблемы. Надо же, что уже. Тогда вы хотите защищать диссертацию. Я бы хотел у 5-го защитить ее, но при условии отсутствия ночи экзамена это вряд ли возможно. Придется нам делать приказ с вами. Это ваш аспирант, да? Да. Ясно. Надо делать приказ, который не сделал зубрив и умчался куда-то. Да, мы успеем, кем-то с диктой. И что для этого? В крайнем случае мы с тобой сгоняем туда, в сторону зеленого. Обычным идем. Поворот-поворот? Нет, и там его найдем просто. Правильно. Так, но его-то мы, может быть, найдем. А протокол и все прочее? Нет. Сирайд подписчен. Мы вот сейчас могу не печатаем. Павел Леонидович, может лучше сейчас пройти к ректору, прямо при положении? А зачем нам ректор? А может быть, я же отметил. Или Кабункин. Я как-то был уже у Кабункина. Она говорит, что у меня ничего нет и знать ничего не знаю. Ничего, ничего, ничего не обращайте внимания. Все хорошо. Не обращайте внимания. Улыбайся. Спасибо. 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 И решайте серьезнейшие проблемы физики, да? Спасибо. 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 А. Открывать. Спасибо. Ну, это не по порядке говорится. Ну, не по порядку, конечно. Спасибо. А зачем по порядку? Тут же вычеркнулось. Швайсы. А. А, свайсы. Дербефель. Д рассказыванию. Делеверг. Вообще не нравится. Быстрейбой. Быстрейбой. ну шрайд описывается аустаушен 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 нет аустаушен обменим азиноматизация моделирование на есть стену потихоньку не торопясь заходишь туда дверь открываешь поехали вот так поехали правильно правильно да все верно вот это очень правильно что заранее можно сказать вы занимаетесь привлечением молодежи к нашей научно-исследовательской работе да вот сейчас смотри ага вот некло седьмое изображение вот так мне надо чтобы лица были видны потому что когда лица не видно это к сожалению вот нормально видно лицо хорошо лицо это все это самое главное и вот эта группа будущих студентов и настоящих студентов решает какое-то дифференциальное уравнение да что он там пишет а можно можно да все ясно вот он что-то рисует это похоже на фрезу если не ошибаюсь нет или нет нет это что-то другое так мне лица нужны как-то хотя пол оборота все понятно хорошо так и то же самое у вас сейчас вот видно все хорошо понятно теперь поехали сюда вот это наши научные сотрудники наши да то есть наше будущее можно сказать современной науки да вот а ты где диссертацию защищал в Литмой или где вообще а ты прямо здесь защищал а чтоб там не стал защищаться здесь оно направленность изменилось ну так мы бы тебя там бы приняли очень хорошо можно и там еще будет да ты сам да ну это да там боксом а надо что-то вы там делаете с диском понятно а вот это самый главный начальник я так понимаю да на форме вот природы он как будто там стоит получается где он тачку собирается строить да да как Гилл Гейтс да Гилл Гейтс у меня так же дом такой же а вот еще стенд это ГО я правда не знаю что такое ГО А что такое ГО А что такое ГО Каратанская оборона а при чем здесь это а это это для вырезания понятно 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 ну все закончили да все закончили все вид на вид это уже разные вещи это уже совершенно разные вещи это новое это старое те уже можно выбрасывать ну да те же так их уже не производят и качество очень плохое не здесь телевизорное качество как на телевизоре будет все качество очень плохое цветное все будет все будет в цвете и вместе со звуком но я звук просто музыкой сделаю будет со звуком вот здесь как раз еще раз о том что вот сразу видно что профориентация ведется нормально да сразу видно что вот то есть это вот значит с нашими будущими понятно будущие специалисты да ясно вот так вот все взошел тоже внутри человека но я не стал его снимать ну и что какая разница они же тоже наши студенты правильно это не лицо так я я же всех снимаю я не только вас снимаю я на других занятиях снимаю я уже прошел очень много снял у меня трехчасовый фильм заказывает очень много всего три часа это очень много ты понимаешь что это не лицо для чего ты а для чего ты для нас для истории в этом фильме очень много как это хроники будет там будет и Маталин и Камнев будет еще на кино снято или снято ну и вот и сегодняшнее вот они такие задумчивые все сидят что-то решает какие-то задачи какие-то дифференциальные волнения по виду да ну то для того что я вот так вот снимаю круглым планом прямо видно что она делает там во мне кажется все так и поехали туда заходим заходим да да проходите туда проходите 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 поехали так и вот вы здесь разговариваете о своих проблемах значит что ты и что вам зарплата что вам не платят зарплата все готово все готово Наташа вот вот компьютеры уже маленькие есть это на тюрьмп очки да депоненты подсчитаны 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 ну хорошо а посмотри что у нас такая сейчас давай Это называется, что у нас зарплата маленькая. Да? А, нет, я еще ничего не снял. Где, где, что делаешь? Вот, посмотрите, пожалуйста. Видите? Это еще не все. Это не все. Сейчас деньги я сниму. Вот, пожалуйста, это столько людей не получили свою зарплату. Да, да, да. Да. А вас стоят, если не жеваешь, и денег не дают. Да. Пожалуйста, если возможно, это где-то передать. Пусть люди получают свои недополученные деньги. Убедитесь не только. Вот она, сердце, может, это истекута, да? Да, да. А я кому-то говорю, сейчас пойду снимать, говорят, что не снимайте, они нам деньги не платят. Ну почему? Сейчас подъявление повесим, завтра деньги будет. А вы Галюна Николаевна снимали? Она отказалась. Она отказалась. Ну что ж, вы молодые, и все. Ну, все. А девчонок кассирует? Здесь никакого насилия здесь быть не может. Здесь все только так. А девчонок кассирует? Или Галюна Николаевна? А как где они? Я же их не вижу. А сейчас подойдем. Сейчас он кассу будет. Все. Если хотите, давайте кассу. Я закажу, да. Да. Так, вот. Вот это хозяйки мирной горы. Самое главное. Здесь решетки. 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 А кто, здесь же не написано кассу? Я же не снимаю, что касса вообще. Никто этого не знает. Касса это не касса. Пока не знает, а потом узнает. Вы это знаете. Все, все. Я ухожу, чтобы вы не переживали. Я даже больше, что вы хотите, я могу просто его не вставлять. Если вы мне сейчас скажете, что не надо, я не буду вставлять. Можно. Так, хотите. Я думаю, что еще страшно. Как в милиции, знаете, когда сидят, это зона есть такая специальная. А то и в институте никто не знает, что у нас тут решетка есть. Что вы знали, да. И неповадно было. Неповадно. Все. Приходите. Все. Посадим. Спасибо. Открываем дверь. Поехали. Поехали сюда. Мы с вами должны ругаться. Почему ругаться? Деньги не выложить. Нет, я здесь звука не буду. Здесь звука не будет в этих сюжетах. Николаевна, садитесь сюда, мы с вами будем смотреть. Дело в том, что... Николай Николаевна деньги не хочет выплачивать. Да, выплачивает. Я говорю, я снимал, говорю, сейчас пойду бухгалтеру. Вы туда не ходите, они деньги нам не платят. Не платите, они деньги нам не платят. Не платят деньги, говорю. Восемьсот двадцать девять сто шестьдесят семь. Вот, все прямо за работой, конкретные цифры, вот видно. Так? Вот я уже написал, я, правда, я ему показала бензин. Сейчас, я еще закажу, смотрите. Вот, это, смотрите, помойка. Не, не, они задумчивы, вот так, они задумывались, потому что, о своей тяжелой жизни, о своей тяжелой жизни. Да, они все одинаковые, любая камера современная, она снимает в окна. То есть, почувствительность одинаковая, да? Они все абсолютно примерно одинаковые. То есть, здесь можно белую ночь снимать даже. То есть, это современная техника же, понимаете, это же не то, что раньше. Япония или Самсунг? Нет, это Hitachi. Там, это Hitachi, да. Дорогое удовольствие, это моя мечта. Да вообще не Hitachi, а вообще видеокамера. Моя мечта. Вот, я... Я как-либо, у меня камеру не купил. И фильм показывает, вот дома смотрим. Качество такое же, как в видеофильмах будет. Когда смотрится видеофильм обычный, качество какое же? Видеофильм, по-моему, тренинг. Сейчас это увидим. Просто в озероке сидел дома и говорил, о, это-то Степанов молодой говорил все время. Ну, много очень. Раз много там просто везде. Я не говорю, я не говорю, по настоящему вашему прайду, это февральского, что ли? Уже февральского? А чего тут? Ну, хорошо. Нет, почему бы, потому что предстоит работа по соглашению с ветераном. Угу. Ваши занятия не должны быть, это я там или нет? Нет. Лаборатория, а это не у вас, да? Здесь микрофон есть? Ну, только если там. Где? На камере. Есть, конечно. Ну, я... И это все без микрофона пойдет. А то вы тут наговорились? Да. Ты делаешь документы, конечно. Ну, вот. А там и ползать. Сила, что ли? Я вчера по всему первому корпусу, по главному корпусу прошел всех. Всех, ну, кто был там. Кто поможет, это в историю ходить? Или куда? Вот. Ну, и все, и можно истить. Ага. Заходим сюда. Поехали. 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 Что, ничего? Приехали. Ну, вот. Все, хорошо, кстати, компьютер. Это вы сами приобрели компьютер? Или вам все-таки институт давать? Нет, мы сами. Сами, да? А какие у вас вообще источники дохода? Как вообще есть-то? Ну, это я так, вот, между... Нет, ну, здесь-то сейчас стипендий, ой, зарплату уже не плавит. Вот именно, вот именно. Это именно не чисто мой компьютер, это мои друзья, они являются там... Один друг, директор лаборатории компьютерной. И оттуда можно было, вот, как напрокат, там, да, вот, просто взял. Это у нас в историю лаборатории, что ли? Нет, 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 не лаборатория, это... Да, нет. А, ясно. Ага, сейчас я, сейчас я рыбок сниму. Здесь хорошее помещение, все чистенько, хорошо. Это у вас там обогреватель какой-то супер тоже, да? Это импортный какой-то хороший, да? Да, его. Симпатичный. Белый, да? О, и книжку тогда, главное, можно сейчас взглянуть на нее. Да, это, что вот есть такие студенты. Ага, открыть бы ее неплохо было бы. Вот. Ну, далеко не надо, что там пусто просто, а показать вот то, что здесь есть. Вот где-то тогда, темя, ага. Вот, вот, вот. Ну, кстати, неплохо было бы и продолжать, вообще, честно говоря. Дело хорошее. Только единственное, что сама книжка уже такая, да? Да, самая книжка. Да, понятно. Ну, вот. Ну, какой-то минимум, все-таки техники есть, я смотрю. Ну, да, то, что важно, то вот как-то так старались, через друзей, через... Да, что-то помогает более-менее, ну, ясно. Ох, еще вот это такая, это зверь какой-то здесь. Вот это ясно. Это студент-двоечник, я так понимаю. Вот эта картина, там, депутат бывший среди студентов был Стас Дмитриев. Да, а кто это где? Местный совет. Вот он, нет, он нарисовал эти две картины. А, это кто это такой? А это пять лет назад, он закончил институт, он тогда прошел выбор в местный совет. А кто это? Стас Дмитриев. Ага. Стас, ты хорошо нарисовал, действительно, здорово. Был студентом шестого курса, и вот прошел, пошел дальше. Ребята, творческие все. Ну, вот и все. Ребята, творческие все. Все нужно наоборот посмотреть, достаточно посмотреть. В принципе, это реально, а это просто контроль, по форме Вы, конечно, понимаете, что вы делаете, да? Вы, конечно, понимаете, что вы делаете, что вы делаете В принципе, вы делаете, что вы делаете? В принципе, вы делаете, что вы делаете, что вы делаете В принципе, вы делаете решение Ну как, пойдем, такая кривая-то, да? Да, пошло надо Да, ну и да Преподаваю вашему вниманию следующую повестку дня После завершения организационной части Слово будет предоставлено в университете После этого предполагается доклад на тему Разработка общеизводительских методик и проекта стандартов Не разрушающего сплошного контроля Качество поверхностного слоя металла Методом АФЧК тестирования И комплексное исследование напряженно-деформированного состояния Металлово поверхностного слоя Для самодружного детального машинка металлоконструктора На базе ВКС Приполагаются два самоплачки Ведущие сотрудники научных производства на центр «Контакт» Старший научный сотрудник Пимонос Сергеевич И старший научный сотрудник Пимон Владимир Владимирович Ответы на вопросы И выступление в дискуссии У нас запланировано Вядь товарищей, которые Попросили слово имеется Договоренность о выступлении Естественно, что все желающие могут принять участие в дискуссии Подавляться обеспечить заявку, которая имеется Во всех информационных материалах Либо попросить слово в личном порядке Второе положение Продолжение дискуссии Здесь также имеется ряд упланированных выступлений И могут быть поставлены в дискуссии Для желающих После этого мы предоставим докладчику заключительное слово Мы должны будем, наверное, обсудить и принять какое-то решение И обращение в государственный комитет Российской Федерации После этого мы приняли решение И завершение работы Планируется завершение работы 18 минут Значит, если Нет вопросов по повесению Нет Мы, я считаю, что мы приняли Ну, и я хотел еще просто сказать Что по материалу работы нашего собрания Возможность Мы смогли подавать сборник научных прудов Поэтому заплачники и авторы, которые делают доклады Могут подавать свои тезисы и выступления в президиум И на базе этих тезисов Будут быть специальные и более развернутые сами Если вопросов нет в организационной части То разрешите предоставить слово Уважаемые коллеги Акционерное общество научно-поревозный центр Контакт совместно с Санкт-Петербургским институтом машиностроения При охране со стороны инженерной академии Адерности и дефекации качества продукции Не разрушающими местами В настоящее время Имеются следующие, так сказать, наработки Разработан новый метод Комплексного исследования Пряженного парнира Стоя детали машин Посредством регистрации Математической обработки Аккультурно-фагово-частотных листов Участка поверхности В том числе автоматического определения Регистрация технологических остаточных напряжений В ответственных деталях машиноприборов Без их разрушения И соответствующего повредения Проводятся работы по созданию Лечитные изложения материала По такой простой причине Что, имея возможность Опираться на тот материал, который находится перед вами Я просто ответил в те стороны Которые военно-доплаты не входят Кроме прочего После доплаты и зодоплата Вопросы выделяется в те плата Которая накладывает свою картину На поверхностный слой Кроме того, если выделяется в те плата Больше соответствующих нормах пределок В возможных материалах Фаза структурных изменений Совокупность всех трех факторов Неравномерных классической деформации Локального накрыва И фаза структурных изменений Ведет к образованию в поверхностном слое Технологических остаточных напряжений Это те самые напряжения Которые остаются в объекте После прекращения налевого воздействия Эти напряжения уравновешиваются Китарные заготовки Объекты металлотранструкции И способны во времени Диалоксироваться С одной стороны С другой стороны Способны накапливаться За счет пополнения Эти напряжениями Поле высокого уровня Согласно к инспекции Академика Довидент Обеспечивающие 100% контроль Для питания Назначение разработки Не разрушающие контроль Становочное движение Методом АФЧК Тестирование поверхностного слоя Последующий отработкой Результаты измерения По основу разработки Наложен АФЧК тестер Представляющий собой комплекс Включающий источник Привожник интерфейс В комплект датчиков ПВМ И потратить плотных программ Для отработки Результаты измерения Был вообще с целью Нашего сегодняшнего собрания Первое что мне хотелось бы подчеркнуть Это вот как результат Осмысливания многочисленных вопросов Которые были заданы С одной стороны эти вопросы подтверждают Большой интерес к проблеме А с другой стороны Я хотел бы здесь Обратить внимание на тот Испорный факт Что нерешенных проблем так много Что сейчас попытаться получить Ответы на все вопросы просто невозможно И главное Достоинство И может быть главная задача Предлагаемой работы Это связано с реализацией этого прибора Как измерительного средства То есть институт металлогии В принципе Беремся в два раздела В связи с реализацией этого прибора Письмо подтверждаю Спасибо за внимание Спасибо за внимание Субтитрыху